В Кыргызстане больных COVID-19 лечат бесплатно. Деньги выделяет государство. В стоимость включены расходы на медикаменты, пребывание в стационаре, коммунальные услуги и питание, медицинские изделия, исследования и анализы, а также зарплата медперсонала. ПЦР-тестирование в эту сумму не входит. Эти затраты покрываются из эпидемиологического фонда. Если раньше мы считали стоимость лечения по оперативным данным и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, то в настоящее время Министерством здравоохранения провели расчеты на основании данных по фактическим затратам Республиканской инфекционной больницы. Что получилось после перерасчета? На лечение больных без симптомов государство выделяет чуть больше 3000 сомов. Какую сумму выделяли раньше, не сообщается. Лечение легкой формы оказалось в два раза дешевле. Все предыдущие месяцы на каждого больного COVID-19 выделяли почти 8000 сомов. Оказалось, что по факту тратят не больше 3500 сомов. На лечение одного больного со средней степенью тяжести заболевания по факту тратят около 11000 сомов. До перерасчета выделяли больше 16000 сомов. На 4000 сомов сократили расходы на каждого больного с тяжелой формой COVID-19. Больше средств теперь будут направлять на то, чтобы вылечить крайне тяжелых больных. На 14000 сомов больше. Кроме этого, предусмотрена оплата больницам за случаи, связанные с наблюдением за контактными лицами. Лечение всех больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, как и наблюдение за контактными пациентами, независимо от их социального статуса и наличия гражданства, проводится полностью бесплатно. Сколько выделяют на лечение тяжелой формы COVID-19 в других странах? В России на больных с пневмонией тратят примерно 200 тысяч рублей. Это 2800 долларов. Власти Узбекистана озвучивали цифры в 3200 долларов на одного тяжелобольного. В Китае такую сумму направляют на лечение легкой формы. В случае пневмонии цифра превышает 20 тысяч долларов на одного больного. В США это 38 тысяч долларов на человека. Со страховкой, без страховки, счет доходит до 75 тысяч долларов США. При этом в Америке за лечение платит не государство, а сам больной.